В Библии когда-то было сказано о том, что Бог, Он проверяет людей на прочность. А что хочет Бог от людей? Бог от людей хочет, чтобы они испытывали радость и испытывали счастье от того, что они живут. Помните, испытывая благодарность. А почему благодарность? За что? Смотрите, нам... Благодари Бога. Смотрите, благодари Бога — это следствие. А что должно создать у человека чувство, при котором можно отблагодарить? Это чувство, настроенное получение радости. Потому что когда ты просто так благодаришь, это просто обычные слова. А когда ты это делаешь, потому что ты испытал что-то, то это уже благодарность за что-то. Тогда это посвящение хороших моментов высшим силам. А так обычно человек просто... Ой, спасибо тебе, Господи. Ой, спасибо тебе, Господи. Так а что? Спасибо, Господи. Где предварительное ощущение счастья, которое возникло, за которое ты отблагодарил? Его нет? Тогда не надо говорить спасибо, Господи. Тогда не надо говорить благодарю, Господи, если ничего не произошло. За что благодарю? За то, что ты страдаешь? Благодаришь. Тогда это ты не Господа благодаришь. И вот что происходит, когда происходит война. Когда происходит война, человек должен найти в себе качество, оставаться добрым и радоваться тому, что происходит. Почему? Потому что это и есть радость, которую испытывает человек в своей жизни. Это и есть благодарность Богу. Можно не произносить, но можно знать. Это и есть благодарность Богу. Понимаете, на что людей проверяют? На благодарность. Тогда нужно благодарить. А просто так благодарить нельзя. Надо благодарить за что-то. А за что? За то, что что-то прекрасное происходит. Но прекрасное, что может происходить, не обязательно событие. Это ваш настрой может быть. Вы можете просто что-то видеть и радоваться. Это знаете, как одни видят пыль, одни видят красивые картины, другие на картинах пыль. И там кто-то скажет, много пыли в красивом музее. Кто-то скажет, наоборот, красивые картины. Так и человек для себя выбирает. Выбирайте это. Делайте это. Находите это в себе. Спалите эти сосульки, отломайте их и выбросьте. Пусть в вашей жизни вновь появится радость. Душевная радость. Все равно, где живешь. Если душевной радости нет, счастья не будет нигде.